За ловлю трёх маленьких рыбок грозит два года колонии. Владимирцы обвиняют в незаконной ловле рыбы. 36-летнего мужчину сотрудники транспортной полиции заметили в акватории реки Клязьма. Место находится в особой экологической зоне, рыбачить там нельзя. Мужчина при помощи удочки для зимней рыбалки и лески вытаскивал из воды стерлядь. Общая сумма ущерба составила всего 13 тысяч рублей. А вот наказание фигуранту может грозить серьёзное. На него возбудили уголовное дело. В областной столице появятся три новых комплекса фиксации нарушений ПДД. Соответствующий контракт Центр безопасности дорожного движения области разместил на портале госзакупок. Согласно проектной документации, новый комплекс автоматической фото и видеофиксации нарушений установят у магазина «Турист» на Суздальском проспекте, у остановки улицы Пугачёва на проспекте Ленина и у остановки улицы Муромская рядом с Клязьминским мостом. Комплексы приспособлены фиксировать неправильную парковку или остановку, а также игнорирование разметки или дорожных знаков. Начальная цена контракта составляет около 3 миллионов рублей. Срок приёма заявок заканчивается 8 февраля. Уроженец Владимира разработал тренажёр для восстановления после инсульта. Об этом рассказали в пресс-службе Питерского института точной механики и оптики. Идея принадлежит аспиранту Артёму Меинову. С помощью тренажёра протеза пострадавшие от инсульта граждане смогут быстрее восстановить работоспособность мышц. Устройство состоит из фиксаторов, которые, в свою очередь, крепятся к предплечью. Также прибор оснащён мотором и электроникой. Одной зарядки прототипа хватает на 30-40 минут, а занятие длится в среднем от 15 до 20 минут.